Привет, просветители! Так как это последнее видео на этом канале, в этом году, с наступающим, кстати, я решил, что было бы интересно подвести итоги 2021 года для российского образования и выбрать главную трешанину года. Отличное название для премии. Может, сделаем подобные предновогодние ролики традицией? Что мы в этом году только с вами не обсуждали. В январе говорили о Никите Тушканове, которого уволили из школы из-за одиночного пикета. На всякий случай напомню, что в нашей стране они все еще не запрещены. Недоработка, конечно. В феврале обсуждали потрясающий урок в кубанской школе с врагами, патриотами, украинцами и отсутствием политической пропаганды. Это очень важно. Никакой пропаганды. Я за Бутина. И я еще 10 раз буду за него голосовать. Я за него ума. Марта знаменовался неудобным вопросом президента от молодых ученых, которые двигают нашу науку вперед. Даже с главой государства встречи удостоились. А зарплату получают, ну, как обычный преподаватель провинциального вуза, 25 тысяч. В то же время молодыми учеными заинтересовались следователи. В институте Анастасию Проскурину довольно долго опрашивали. Звучали даже такие вопросы. А кто вас мог подучить рассказать президенту о зарплатах? В апреле, благодаря президенту, мы узнали, что в школах недостаточно изучают историю Великой Отечественной войны. Тут же начались проверки учебников и поиски виноватых. Спойлер. Они были найдены. В мае группа беспокоенных родителей решила повоевать с обнаженными статуями в Эрмитаже. Ну, разврат, детки увидят, пропаганда. Мы только к середине года подошли, а мой мозг уже начал атрофироваться. В июне мать ветерана оскорбили фотографии школьных туалетов. Отсутствие нормальной уборной ее чувства не задевало. Только фотографии. Фоткай, фоткай, фоткай меня. Не надо. В июле молодые бойцы патриотической организации решили навести суеты и с выстрелами ворвались в детский лагерь. Это типа был такой сюрприз. Но крайне все равно оказались игры и аниме. Аниме вообще в этом году за всех отдувалось. В августе костромские преподаватели получили стимулирующие выплаты в размере держитесь за свои стулья 50 копеек. Но прежде чем вы начнете возмущаться, учтите и тот факт, что некоторые получили аж 2,5 рубля. И нет, это не новость панорамы. В октябре студенток школы телевидения «Останки» начислили за лайк в инстаграме. Кстати, можете подписаться и на мой инстаграм. Там подобных новостей гораздо больше. Вот, допустим, в этом посте разбираю идею. Барби – оголтелая феминистка. Достаточно интересно. Подписывайтесь. В ноябре московские родители прогремели на всю страну со своим потрясающим воззванием к учителям. Ну а в декабре, я надеюсь, что последние ролики о зарплате кандидатов наук, вредных стихах и прочих прелестях еще свежи в вашей памяти. Каждая из этих новостей в свое время просто прогремела в интернете. Сюжеты по ТВ – мои ролики. Но появлялся новый инфоповод и о героях вчерашнего дня достаточно быстро забывали. Кроме одной ситуации. Которая и получает от меня премию «Трешанина года». История Алисы Тепляковой, ее папы и поступления в МГУ. Я рассказал о самой юной российской студентке в сентябре. И с тех пор практически каждый месяц эта ситуация обрастала все новыми и новыми скандальными подробностями. Которые в итоге вылезли в то, что происходит в МГУ сейчас. На психологическом факультете, наверное, максимально праздничное настроение в последние дни. В комментариях под тем роликом меня спрашивали. А вам-то какая разница? Ну учатся и учатся. Чего бухтеть-то? Оставьте семью в покое. Я, наверное, бы и не бухтел, если бы отец Алисы не преподносил их семью как некое новое слово в педагогике. А людям с педагогическим образованием, где-то здесь сейчас должна появиться стрелочка, а вот и она. Подобные заявления весьма интересны. Никто вокруг ничего не знает, а вот папа Алисы нам сейчас откроет путь в светлое будущее. Ну и второй момент. Вся эта ситуация очень походила на какой-то эксперимент. К сожалению, над ребенком. И делать вид, что ничего не происходит и совершенно непонятно, к чему все это идет, был как минимум странно. И сейчас, когда прошло уже 4 месяца и вся эта история превратилась в один грандиозный скандал, могу сказать, я предупреждал. Если вы вместе со Спанчбобом проживаете на дне океана и не знаете, что это за Алиса, то знакомьтесь. Алиса Теплякова в 9 лет сдала ЕГЭ, поступила платно на психологический факультет МГУ и на одной из программ заявила, что мечтает о крыльях феи. Папа юного дарования тут же отметил, что учиться 5 лет это не для них, и с вузом они планируют разобраться за 2 года. И вот первая сессия Алисы, декабрьская, на месяц раньше, чем у всех. Ну, естественно. Папа возмущает сам формат экзамена. Люди, которые называют себя психологами и знают возрастную психологию, они не знают, что в школе урок идет не более 45 минут. Они не знают, что объем сочинения в третьем классе порядка 50 или 100 слов. И как мне кажется, этот ответ отца говорит просто обо всем. Все хейтеры, о которых постоянно рассуждал Тепляков, почему-то сразу же об этом подумали. О том, что пара в вузе длится полтора часа, и даже взрослому человеку высидеть столько бывает сложно. Девочке же 9 лет. Родители сами запихнули ребенка в вуз. Высшее учебное заведение. А теперь возмущаются, что в школе уроки короче. Серьезно? В третьем классе объем сочинения 50 слов. Но вы не в третьем классе. Вы на первом курсе МГУ. Алло. Ваша дочь студентка. Вы захотели, чтобы она ей стала. Вы не просто развиваете ребенка, учитывая его возрастные особенности. Вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в вузе. Но при этом требования были как третьеклажки. Я хочу заниматься французским. Ну, для души. И поэтому учу одно слово в день. Мне так удобно. Влад мне в руки. Вообще могу по одному слову в год учить. Я поступаю в вуз на соответствующий факультет и не понимаю, почему от меня что-то требуют. Разницу чувствуете? Нет. Изначально все эти разговоры про революцию в педагогике казались мне весьма странными. Какая революция, если по факту вы идете по максимально проторенной дорожке? Просто ускоряйтесь 10 раз. Школа, ЕГЭ, вуз. И тогда в сентябре я не мог подтвердить свои слова. Но может быть на самом деле родители хотят, чтобы ребенок развивался. Общался с преподавателями, впитывал эту волшебную атмосферу психологического факультета. Правда, сама девочка постоянно про математику говорит. Ну, лекция интересная? Ну, да. А какая запомнилась на этот момент больше всего? По математике. Мама с папой уже не могут помочь дочери в ее интеллектуальном развитии. И им требуется помощь профессионалов. Но в пресс-службе МГУ говорят, что с 8 сентября Алису преподаватели, в общем-то, и не видели. То есть никакие специалисты из вуза Тепляковым не нужны. После 8 сентября мы девочку не видели. Вообще, да. Понимаете, мы видели папу периодически. И видели девочку и папу на экране телевизора, где он давал очень много интервью. Занятия она не посещала. И даже когда это было удаленно, она тоже не принимала участия. Алису отправили туда не за знаниями. Она их дома получает. Девочки? Ну, родителям. Посмотрите, с каким восторгом ребенок рассказывает об учебе. А вот Алиса делала доклад. Детское чтение. Ну, давай ты расскажешь первую часть. Это очень занимательно, расскажи мне. Еще 300 лет назад никто не умел читать. Платур первый пытался исправить. После него читать умел хотя бы кто-то, но все равно было совсем плохо. Нужен этот вуз только ради корочки. Никакого отношения к развитию знаниям, похоже, вся эта история не имеет. Алиса приходила на лекции на факультет учительной математики и кибернетики. Там совершенно другое отношение. Там преподаватели говорят, да, конечно. Мы готовы работать с Алисой. Если вы перепоступите, мы готовы с вами взаимодействовать. Пожалуйста, мы всегда рады. Приходите. Человек говорит, я готов взять ее в свою научную группу. Мне удивительно слышать вот эти комментарии. Это уж тем более с такими выводами, что мы с распростерцами объятиями готовы работать с этой девочкой. Таких разговоров не было. Вот я декан в факультете учительной математики и кибернетики. Ничего об этом не знаю. Я, конечно же, интересовался у своих подчиненных. Никто не подтверждает факт контакта с Еленой Олеговичем Стариковым. Алиса могла бы точно так же читать книжки дома и при этом не сталкиваться с тем, что в 9 лет норма сочинения 50 слов. А как она итоговая писала? Теперь заговорили о проблемах с мелкой моторикой. У ребенка рука не может столько писать. Так вы сами поставили ее в ситуацию, где она вынуждена много писать. Ааа, ребенка держат в кабинете больше 45 минут. Но это вы ее сюда отправили, только ради диплома. Ведь учите ее все равно вы. Значит, МГУ нужен только ради подставки для чая и громких заголовков. Я учусь в МГУ, это звучит гордо. Но на занятия я не хожу. И в чем смысл? В блоге записки учителя физкультуры появилась просто потрясающая запись. К сожалению, все сложившиеся мировые системы высшего образования подразумевают периодически контроль над усвоением получаемых знаний. Господином же Тепляковым была выдана потрясающая фраза, что Алиса не будет отвечать на вопросы преподавателей. И вообще не стоит ей задавать никаких вопросов. Это якобы породит у нее сомнения в собственных силах и сомнения в полном и обстоятельном изучении всего учебного материала. В итоге Алиса получила на экзамене двойку, и дальше произошло вот это. 21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии после экзамена дочери. Он попытался прорваться на факультет и поговорить об оценке Алисы, но его не пускали. Как рассказал ленте Ру при службе психфака, из-за этого мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников. У нас проходил сегодня экзамен у Алисы Тепляковой. Она сдавала экзамен одна. Папа ожидал на посту охраны. Ему место выделили теплое, чтобы не мерз. И в какой-то момент, когда Алиса спускалась в сопровождении кьютера в сторону туалета, папа решил прорваться на факультет с криками, что мы все плохие, и он хочет поговорить с преподавателями. Преподавателей администрации факультета пришлось спрятать в аудитории. Преподавателей пришлось спрятать? Это что за цирковое представление в новогоднюю ночь? Они должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться. Евгений не бил охранников, но сделал больно одному из пытавшихся остановить его сотрудников ФУЗа за счет того, что пихал его всем своим весом. Внимание! И происходило это все на глазах Алисы. Разворачивается весь этот трэш только потому, что родителям нужен диплом МГУ. Повторю, судя по всему, не знание из МГУ, а именно корочка. Ведь Алиса в университет не ходит. Вот что пишет мама. Что же касается Алисы, Алиса прочла курс высшей алгебры. Только сегодня дочитала первый том основ математического анализа. До него прочла психологию влияния. Я вас уверяю, у Алисы с пониманием прочитанного все прекрасно. Скажите честно, а вы могли бы это прочесть и понять? Я думаю, мало кто сомневается, что Алиса действительно может читать сложные научные книги. По поводу понимания, ну вот я глупый гуманитарий. И мне непонятно, как можно просто прочитать учебник по высшей математике и такой... Я все понял. С другой стороны, мне не 9 лет и я не учусь на психологическом факультете. Я всегда считал, что изучение подобных наук предполагает некий практический процесс. Но кому-то достаточно просто прочитать. Дай бог новый экзамен все же пройдет без драк и 9-летний ребенок сможет доказать преподавателям, что он все знает. На уровне студента МГУ. После провального экзамена папа решил проверить знания дочери прямо в коридоре вуза. И записал все это на видео. Посмотрите, ребенок все знает. Внимание, отвечает будущий психолог на вопросы из программы по профильному предмету. И папа считает, что этого достаточно для хорошей оценки. Выложили сейчас в интернет видео, на котором видно, что она спокойно отвечает на основной вопрос. Сразу после того, как она вышла с факультета, охрана может подтвердить. Я отвечала, что интроспекция, это наблюдение на собой, оно появилось, оно появилось потому что, потому что, потому что. Да, безусловно. Сам факт, что 9-летний ребенок обладает некой взрослой информацией, конечно, удивляет. Но, серьезно, это ответ первокурсника МГУ. Преступление и наказание рассказывается о том, как Раскольников убил старушку. Нет, ну, по факту-то да. Да, но для филолога это не ответ на экзамене. Опять же, мы не знаем, как Алиса отвечала на вопросы. Запомнил и воспроизвел кусок и понял, это разные вещи. А если уж мы говорим о психологии, то максимально важным является интеграция теоретических знаний в практический опыт. Это доступно ребенку в 9 лет. Не знаю, я вообще пока не очень представляла, что я буду туда ходить. И каждый раз, когда логопеды, развиватели, социальные педагоги или школьные психологи говорят что-то на тему, у него рука не готова к школе, они, по сути, гробят вашего ребенка и его будущее, превращая его в посредственность. Точно, гораздо лучше запихнуть 9 летку в МГУ, а потом возмущаться, что к ней относятся как к студенту. А у нее рука не готова и писать максимум 50 слов и нельзя столько ребенка в аудитории держать. Так может быть об этом вам злые развиватели и говорили? Не, впосредственность превращали. И как бы это грубо не звучало, но родителям нужно определиться. Либо девочка готова учиться наравне со взрослыми людьми, либо у нее мелкая моторика отстает. Внимание! Ребенок учится по специальности психология служебной деятельности. Мы сейчас поговорим с твоим папой, но сначала к вам вопросы у меня, ладно? Кем ты хотела бы стать? Не знаю. Радует позиция МГУ. Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета. А если тебе не 9 лет и твой отец не прорывается на экзамен, о твоем комфорте ВУЗ также будет заботиться? Ну, хочется верить. И если честно, к психологическому факультету МГУ здесь действительно много вопросов. Просто они не совпадают с теми, которые задает семья Тепляковых. Кстати, для полноты картины нужно выслушать и отца Алисы, потому что он на всю эту ситуацию смотрит под совсем другим углом. Какая потасовка? Какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. О незаконном удержании и лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции. Полтора часа пытали маленького ребенка. Полтора часа удерживали, несмотря на требования родителей вернуть его. Мужчина утверждает, что пытался спасти ребенка с экзамена. Но на скандальном видео Алиса стоит рядом с отцом. Так что прорывался он не чтобы ребенка спасать, а с целью с преподавателями разобраться. Чем закончится вся эта эпопея с погоней за дипломом к 11 годам, мы, наверное, узнаем уже в следующем году. Который, я очень надеюсь, будет наполнен для вас теплом, улыбками, радостью и весельем, а не драками, скандалами и премиями в 2,5 рубля. С наступающим, друзья! И до встречи в январе! Субтитры сделал DimaTorzok